Весело потрескивающий в печке огонь, сизый дым поднимающийся в небо, морозные узоры на окнах. Все это может очаровывать городского жителя, выбравшегося в деревню на выходные. А вот жители села Теплое круглый год вынуждены отапливать свои дома дровами, так как по плану газификация грозит их поселку приблизительно через 20 лет. Сейчас на участках, предназначенных для передачи многодетным семьям, выживает не больше 20 семей. Всего же было выдано около 800 участков. Кроме проблем с отоплением, людей волнуют проблемы с транспортом. Чиновники обещали запустить маршрут до села, но и это обещание подвисло в воздухе. Моей дочери с детьми дали участок 12 соток в 2014 году. Обещали все коммуникации, то есть вода, газ и все прочее. Автобусы обещали, дороги обещали хорошие сделать. Ну, обещали в 2018 году газ, подключение газа, а теперь отложили на неопределенный срок. Причины не говорят. По словам местных жителей, представители администрации не только указали на приятную возможность отапливать дома дровами, но и даже один раз привезли срубленные деревья, которые пошли на растопку. Все остальное время люди вынуждены тратить на них солидные средства. Одна машина дров стоит 10 тысяч рублей. Мы разговаривали с администрацией, администрация сказала, что коммуникации все будут в ближайшее время. Давали сроки до 2018 года, что газ, все будет. Выполнили где-то процентов на 50 обещание, подвели только электричество, сделали дороги. По транспорту ни автобусов, как бы ничего нет. Сын ходит пешком с поселка Шацка, ну, доезжает с Тулы до поселка Шацк на автолайне и ходит 3 километра пешком до дома. Между тем, глава городской администрации обещает, что все проблемы многодетных семей решаемы и будут решаться. Для этого запланирован ряд встреч на каждой площадке, выданной многодетным. Вот только жители села Теплое не очень-то верят, что их проблемы когда-нибудь смогут решить и запасаются дровами и терпением в ожидании очередной наступающей зимы. Субтитры создавал DimaTorzok